Североказахстанцы продолжают благотворительный марафон в поддержку нашего земляка, кикбоксера Азамата Нурпиисова. В минувшие выходные в областном центре прошел турнир по грэпплингу Петропавл Оупен-2015. Все вырученные средства организаторы отправят на лечение Азамата. Подробнее в репортаже Гульнар Кали. Открытый чемпионат по грэпплингу Петропавл Оупен-2015 в нашей области прошел впервые. Это благотворительные соревнования. Участие принимают более 70 спортсменов из разных областей Казахстана и России. Все внесли денежные износы. Собранные средства направят на лечение нашего земляка Азамата Нурпиисова. Ему поставлен диагноз «рак легких» в четвертой стадии с метастазами. Он проходит лечение в Южной Корее. Мы поддерживаем тесную связь, узнаем, как проходит лечение. Он уже прошел второй курс химиотерапии и в первую очередь нуждается в поддержке своих соотечественников. Поэтому мы хотим привлечь внимание общественности и помочь собрать необходимую сумму на лечение. Не остались в стороне и омские спортсмены. На чемпионат они прибыли в составе 14 человек. Один из них – Дмитрий Баженов. Сейчас он борется с нашим земляком Юрьки Буланом Шаймирденовым. Уже через несколько минут после начала схватки россиянин применил болевой прием на руку и одержал победу. Выступали спортсмены весовой категории 61,5 килограммов. Представляет Амичей и Дмитрий Колотилов. Как только узнали, сразу откликнулись и решили приехать сюда. Желаем, чтобы все закончилось как можно благополучно для этого спортсмена и скорейшего выздоровления. Стоит отметить, грэплинг в нашей области только набирает обороты. Это вид спортивного единоборства, который совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. На этот раз участие принимают полуаны от 18 лет и старше, а судейский состав представлен профессионалами столичного клуба «Стрела Альянс». Если вы выступаете по белым поясам, в категории получают новички, то получается 5 минут будет борьба. А если уже синие пояса и выше, там уже соответственно 6 минут будете выступать. Олимпийская система будет, если первый круг, получается, предположим, проиграл, то уже сразу выбиваешь. Но если ты уже в полуфинале проиграл, то уже схватка за третье место. Также североказахстанские спортсмены планируют провести еще несколько благотворительных соревнований, чтобы собрать как можно больше денег на лечение Азамата Нурпийсова. А победители этого чемпионата по греплингу «Петропавл-Опен-2015» награждены кубками, медалями и ценными подарками. Бульнара Кали, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.